А сейчас мы с вами все-таки поработаем, то есть в течение вот этих трех занятий, сегодня еще два занятия, мы с вами будем работать по убиранию стрессов, стрессы. Значит, самое первое, мы будем работать с вами с возрастом от нуля до года, то есть от точки рождения до года. Это один из самых таких ответственных промежутков времени, когда ребенок действительно, идя в этот мир, получает достаточно много стрессов. То есть, во-первых, непонятно, там бывает рождение, у кого-то вроде идут хорошо, а иногда они очень тяжело бывают, ну и так далее. Потом этот первый год жизни, когда идет все, сразу запись на бессознательное, ребенок еще не осознает, да, но он очень четко чувствует родителей своих, особенно маму свою, да, и какие-то там неурядицы у мамы, они тоже сказываются сразу же на ребенка. То есть ребенок вот в этот первый год жизни получает очень много разных вот таких стрессовых вещей. Почему это важно убрать? Все дело в том, что все наши стрессовые ситуации, они сказываются на наше будущее. Иногда даже вот просто рождение ребенка, да, если оно было стрессовое, вот эта ситуация накладывается потом на его дальнейшую жизнь. И когда мы освобождаемся от этих вещей, то есть мы с вами меняем прошлое, да, и меняя прошлое, меняется будущее. Потому что от того, каково было прошлое, таково выстраивается и будущее. Это прямая зависимость, прямая связь. Мы с вами будем менять немножко прошлое, да, то есть убирать, стирать стрессовые вещи. Вот. Потом еще от стрессовой ситуации очень сильно зависит память, например, у человека. Потому что если в какой-то промежуток времени у ребенка были очень сильные стрессы, то кусочек из его жизни, как правило, выпадает. Человек не помнит это время. Не то, что не только вот как бы это, а еще и может рядышком приходить там много всего. Вот. Ну, так работает наша память. То есть бессознательное сознательно закрывает вот этот кусочек жизни, чтобы человек поспокойнее как будто бы жил, да, вот, не вспоминал об этом. Но мы не убираем события, мы убираем только вот саму ситуацию стрессовую, то есть стресс убираем, то есть реакцию как бы человека, то есть саму реакцию вот на это событие. Событие, оно остается, оно не стирается, но меняется, как отношение к ним просто. То есть убирается вот это вот состояние стрессы. И мы проработаем сегодня с вами только от нуля до года. А дальше, дальше можно прорабатывать пятилетками. То есть завтра от года до пяти, а потом от пяти до десяти можно, от десяти там до пятнадцати и так далее. А единственное, что если были какие-то периоды, ну, бывает всем разное, у всех разная судьба, то есть если был какой-то период жизни, когда, ну, допустим, сильно болел, вот прям там целый год, вот какие-то там, ну, я не знаю, ситуации были нехорошие, то вот когда таких ситуаций много в какой-то короткий промежуток, вот этот кусочек надо прорабатывать все-таки отдельно, дополнительно отдельно прорабатывать. То есть если как-то более-менее, ну, все как обычно, то пятилеточками вполне можно. Пятилетками. И дальше вы уже будете зарабатывать сами. То есть сколько мы успеем в занятиях, технологии вы будете знать. И вообще по исследованиям, то есть это приемы, они научно обоснованные. Вот. И по исследованиям ученых, примерно 80% стрессов уходит после первой чистки. Это много. Поэтому вот когда вы проработаете, через месяц-два можно еще разочек повторить, если какие-то события были. То есть какие-то кусочки, например, где было много достаточно стрессов, вы еще разочек чистите уже сами и смотрите. Что там и как. А у ребенка можно запустить это через психобиокомпьютер, как-нибудь через двойника? На автомате нет? С ребенком, на самом деле, можно вообще с любым ребенком вот эти вещи проделать. Каким образом? Смотрите, то есть надо сделать килограммку хотя бы линии 3 просто. Ей. Ли 3, да. Очень просто. Садите на руки и говорите, вот представь себе, вот тут лучик идет, и давай мы картинки сюда будем записывать. Вот вспоминая, а если ребенок маленький, тут еще записывать-то сильно-то. Немножко совсем надо, да? Вот. Прошлое. Посидели, поигрались, выставили будущее. То есть самому какие-то события вспомнить примерно, да? Да, а потом с ней поиграться точно так же. То есть можно даже маленькому ребенку это делать, который там еще как бы особо не, сам ничего не говорит. То есть вы вместе с ним там просто, говорит, представь там, да. Сами все это проделываете. И потом просто берете и вместе с ним, вот по той же технологии, как мы это сейчас с вами будем делать, вы точно так же поиграете. Потому что бессознательное, оно с нами общается через образы. И когда мы с ним работаем через образы, со своим бессознательным, оно прекрасно все понимает. То есть мы делаем картиночки, а оно это все считывает, делает все, что надо. Вот. Каким образом мы это с вами будем делать? Мы с вами включим голограммку. Голограммку включим. Значит, получу, выйдем к точке рождения. И, то есть даем команду выделить этот отрезочек от нуля до года. Отрезочек этот, да, в вашей жизни от нуля до года. Даем команду вытащить его, поставить передо мной. Увеличить до удобных размеров. То есть вы ставите перед собой, вот чтобы у вас вот эта картиночка, как бы этот кусочек, перешел вот сюда. Ну, внутри треугольничка, вот как бы вот на удобном для вас расстоянии. И вот у кого как записано, то есть образы у всех какие-то разные. Вы начинаете там просматривать всю информацию, которая там записана. Вот у меня это в форме таких как бы карточек. А силиконовые, как бы такие вот карточки. Вот у меня это так выглядит, да. То есть все-все-все события, как будто вот карточки вот так вот нанизаны. И я начинаю просматривать эти карточки, да. Если на этих карточках есть какие-то помутнения, там грязь какая-то, еще что-то, как бы, да. Какие-то пятна не очень хорошие, неприятные. Значит, вот мы посмотрели, где там, что там есть, да. И даем команду своему бессознательному. Пусть появится, ну, например, таз с чистой водой. И берете и начинаете промывать карточки. Просто берете, вот, либо там у вас какие-то другие носители могут быть, да. Вот. Вы начинаете все это промывать и просматривать. Промываете. Если вода стала грязной, то даете команду поменять воду. То есть через образы. Мы как будто бы смываем вот этот весь негатив, который у нас нацеплялся в течение вот этого промежутка времени. Вот, смотрите, если в каком-то месте где-то там плохо смывается, вы можете проявить там фантазию, воображение. Взять там, чем-то почистить. Ваниш. Да, да. Вот. И потом смотрите. Если нормально все, иногда бывает, что карточка, то есть информация еще и дополнительно немножко стирается. Значит, если яркость поменялась с карточкой, что-то затерлось, то можно очень просто сделать. Дать команду, чтобы появился таз там с проявителем. Макаете туда, смотрите. О, все ярко стало. Все стало ярко, все события ярко обозначились. Да. Потом водичкой еще промываете, чтобы убрать вот этот раствор. И вот это все чистенькое. Даем команду уменьшить до прежних размеров. Берете и прямо натурально ставите в обратное место. И даете команду. И направляем любовь свою на этот лучик. Потому что, представляете, мы кусочек жизни своей поменяли. Теперь надо сгармонизировать. Сгармонизировать, чтобы весь лучик, там уже события по-другому записаны. Чтобы весь лучик сгармонизировался, мы отправляем энергию любви на этот лучик. То есть придут образы, придут. Придет просто понимание. Пусть придет просто понимание. Не привязывайтесь, отпустите ситуацию. В таких случаях очень часто приходят картиночки. Вспоминаются какие-то моменты. Вот, интересные. Просто надо отпустить ситуацию. И не цепляться. Не ждать, что обязательно. Где картинки? Где они? Почему до сих пор нет? Просто делайте, командуйте, работайте. Появится замечательно. Нет, значит нет. Все равно вы работу определенную делаете. Но свизуализировать там вот этот кусочек, где информация записана, они все равно в каком-то образе вам придут. Какие-то свои образы придут. Так, ну что? Хорошо. Так, давайте. Берем состояние. Состояние берем, да? Смотрю на мир безоценочно. Ощущаю собственное тело. И любовь в каждую клеточку своего тела отправили. Включаем голограмму. Треугольничек наш включаем. Лучики. Осознали. Почаще к ней обращайтесь. Просто себе хотя бы отмечайте, что вот она у меня есть. Хорошо. Так, сейчас внимание на левый луч голограммы. На левый луч голограммы. И вот прям в вершинку этого треугольничка, к точке рождения. И дайте своему бессознательному команду выделить отрезочек от нуля до года. Отрезочек от нуля до года. Берем его, вытаскиваем. Можно прям вот вытащили руками. Дали команду увеличить до удобного размера. И смотрим, были ли какие-то стрессовые ситуации. То есть просматриваем эту информацию. Мы ее специально увеличим. Просматриваем. Что там у нас было. Если есть какие-то затемнения, замутнения. Да. Посмотрели. Дали команду. Пусть появится. Таз с чистой водой. И все это начинаем промывать. Промываем. Попромывали, посмотрели. Попромывали, снова глянули. Как там чистится все это. Если много темных карточек с затемнением. То водичку надо поменять. И промывать до чистоты воды. Чтоб водичка уже оставалась чистой. После промывания. Если что-то все-таки остается. Значит можно щеточку взять. Еще чего-то. Потереть. Иногда шланг включают люди. И шлангом начинают это все промывать. У кого как пойдет. Когда удалось отмыть. Какие-то неприятные пятна. Серые, черные, грязные. Значит надо посмотреть. Если карточки потускнели. То тогда ставим таз. Просим, чтобы появился таз с проявителем. Если и так яркие. Можно этого не делать. Чтобы события все сохранились. Сохранились. Проявителю. Потом можно просто прополоскать еще разочек чистой водичкой. То есть каждый делает в своем темпе. Если вы посчитаете, что все уже хорошо. Все нормально. Уменьшаете до первоначального размера. И возвращаете на место. Возвращаем на место. И гармонизируем. Энергию любви отправляем на левый лучик. Ну и на правый добавили. Потому что будущее тоже начинает меняться. Когда меняем там. Прошлое. И на правый лучик отправили. Любовь свою. Уменьшаем. Проявляем. Прошлое. Уменьшаем. Уменьшаем. Продолжение следует... Когда все закончите, кто делает с закрытыми глазками, значит, когда закончите, глазки открывайте. События остались те же, но отношения... Ну, то есть мы убрали негатив. Меняется будущее, меняется. Будущее меняется, но вы убираете негатив.